Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам в Украине были открыты фирменные магазины FANATIC. Теперь продукцию любимого бренда можно купить в полном ассортименте и по честным народным ценам. Итак, город Днепр, Березинка, улица Марии Лисиченко, 17. Днепр, район Озерки, Дмитрия Яворницкого, 113. Киев, Петровка, Вербовая, 24. Киев, Институт химии, Харьковское шоссе, 19. Харьков, Богдана Хмельницкого, Ну и Одесса, Большая Арнаутская, 85. Адреса и схему проезда вы также можете найти на нашем сайте fanatic.com.ua, а также по ссылке, которая указана в описании. Добро пожаловать в магазин и фанатик, будем рады вас видеть! Рыбалка с Юрием Петрушем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, друзья! Сегодня у нас рыбалка, с вами Юрий Петруш, Сергей Антонов. Опять я нахожусь в городе Днепр, нахожусь на реке Самара. Совсем недавно я тут ловил карася. Надоело, надоело ловить карася. Выехали опять на хищника. Вроде бы еще не берет, но руки чешутся, поэтому делаем наши первые забросы и ждем наши первые поклевки. Итак, друзья, сегодня у нас рыбалка на хищника. В рыбалке на хищника есть такая особенность, что даже когда он особо не клюет и хорошая погода, ловить на спиннинг в принципе приятно, потому что если мы говорим о джиговой проводке, то хищника мы ловим на твердом дне, ну как правило на твердом дне. И вот сама проводка, она очень часто доставляет удовольствие. Когда хорошее удилище, когда звенит грузик, каждый раз ты ждешь поклевку, и вот этот процесс заброса, проводки, ожидания, он как бы по-своему хорош. Несколько последних рыбалок я посвятил ловле карася, чтобы немножечко перепрограммироваться. В карасе есть свои особенности. Ты сидишь, смотришь на поплавок, тут этот поплавок начинает кто-то трогать, кто-то начинает подходить, потом выкладывание, подсечка, и ты тянешь заветного карася. Но я как отъявленный спиннингист, ну не могу долго заниматься такой рыбалкой, поэтому иногда я делаю все перерывы для ловли карася, для ловли леща, вот. Но долго без спиннинга я не могу. Со спиннингом все-таки отдельное удовольствие, их нельзя сравнивать никогда, вот просто категорически нельзя. Все по-разному, там поклевку мы видим, здесь поклевку мы чувствуем, и здесь после того, как ты почувствовал поклевку, ты сразу делаешь подсечку, а там ты видишь поклевку, и не надо торопиться с вываживанием. Иногда я, когда очень долго не ловлю на удочку, подсечка происходит как на спиннинг. Ну, конечно же, при ловле на удочку такое делать нельзя, но тем не менее. В общем, друзья, мы ездим на рыбалку ради поклевки. Любая поклевка хороша, любая поклевка приносит кайф. На сегодняшней рыбалке, конечно же, наша главная цель с Сергеем – поймать рыбу. Не просто рыбу, а хищную рыбу. А вот какую именно, уже загадывать не будем, потому что все-таки в черте города не всегда хорошо клюет. Скажем так, даже редко клюет. Поэтому сегодняшнее утро мы решили посвятить немножко судочку. А там, а там, а там будем уже смотреть по ситуации. Ну, помимо рыбы, у меня есть еще несколько задач. Одна из задач мне пришли образцы с китайских заводов катушек. И вот из тех образцов, которые я получил, выбрал я две катушечки, которые мне понравились, скажем так, ну, как в магазине. То есть я их покрутил, там прикольно и все остальное. Следующий мой этап был – это намотка шнура. То есть последовательность была какая. Я вот одну, вторую, третью покрутил, выбрал катушки, ход которых мне понравился. Потом на эти две катушки я намотал шнур, посмотрел, какая идет укладка. Укладка, друзья, хочу сказать, идеальная. Ничем не отличается от катушек, которые стоят по 500, по 1000 долларов. Ну и самое важное – нужно проверить их в боевых условиях. Одна рыбалка, конечно же, ничего не даст. Ну, начиная с сегодняшней рыбалки, я вот буду их брать вплоть до использований на соревнованиях. У нас вот скоро будет финальный этап кубок УФЛ, на котором, как правило, можно покатать катушку на крупной рыбе, если мы ее найдем. И, в общем, с этой рыбалки у меня начинается тестирование двух катушек. Это две разные катушки, они по размеру, по цвету, по всему. В общем, о них пока, кроме того, что на них хорошая намотка и приятный ход рассказывать нечего. Ну, будем смотреть на рыбе. Кстати, есть еще такой показатель, как фрикцион. Вот он у них максимально длинный. Что такое длинный фрикцион? У дешевых катушек, которые имеют не самое лучшее качество, там с одного оборота он зажимается напрочь. А здесь все-таки, то есть, делаешь пол оборота, он еще идет. То есть, можно настроить идеально. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы, когда мы ловим тонкими шнурами, настроить таким образом, чтобы и подсечку можно было совершить, и на сильных рывках он хорошо отрабатывал. Очень длинный. Вот я сделал почти два оборота катушки. Видите, какой он длинненький. Делаю пол оборота. Он все равно... То есть, можно вот его подкручивать пока... Ну, вот это, я думаю, в самый раз будет. А на дешевой катушке, там вот буквально, вот там пол оборота сделал, и он уже как бы глухой. Поэтому, как плавность хода, к сожалению, на камеру я не могу передать, но качество, намотки и фрикцион, ну вот как-то пробую продемонстрировать. Понимаешь? Короче, вот я... С этими ремонтами, я такой расстроен, это после этих ремонтов. Клацает, клац, клац, клацает. Так уже не затянули. Совершенно верно. Если ты ее уже убил, купил еще за полторы тысячи, там за две тысячи еще. Ну, я вот помню, я когда начинал ловить, вот был Риоби Заубер, помнишь-то, Екусима? Да, но они тяжелые, да. Ничего, они тяжелые, но... Ну, у меня Заубер до сих пор, ну, ***, такой. Ну, можно купить новый. Говно. А, может быть, сейчас у меня старого образца. А, не, у меня тоже старого образца. Нет, такое субило, ***, я хочу с... Ход ***, ужасный, ужасный. Ну, да, как зубочистка. Ну, у фанатика будет хорошее. Не, на вид хорошее, ты говоришь, что ход плавный, вот это вот. Вот вторая, ***, вот вторую я бы себе взял бы помощнее, там... Сейчас я вот взял второй спиннинг. На нем стоит вторая катушка. Она немножечко поменьше, с более плавным ходом, вот. Ну, и на одной, и на второй находится один и тот же шнур. То есть, я не заморачивался особо, намотал шнур фанатик спиннинг. Вот 120-ти метровая размотка. Хотелось бы сказать, что здесь укладка еще более идеальная. Не могу такого сказать, потому что и там, и там... Ну, она и там, и там идеальная. Она не может быть еще идеальнее, если она уже хороша. Немножечко мягче ход, наверное, из-за того, что больше подшипников. Либо подшипники, может, другого качества. Ну, приятно, приятно. Ну, может, потому что они первый раз на рыбалке. В общем, не знаю. Но взял я катушечку меньшего размера для того, чтобы попробовать, если сядет крупная рыба, ну, вот, каким образом она будет под нагрузкой, под крупной рыбой. Повторюсь еще раз, они разного дизайна, разного размера. Пока их объединяет, пока они новые, плавный ход, ну, и идеальная намотка. Больше всего хотелось бы торговой марке FANATIC закрыть весь набор. Пока у нас китайский спиннинг, китайская катушка, китайский шнур, японский флюрокарбон, корейская застежка, украинский грузик, корейский крючок и украинская приманка. То есть приманки, грузики сделаны в Украине, крючок сделан в Корее, застежка сделана в Корее, флюрокарбон сделан в Японии, шнур Китай, спиннинг Китай, катушка Китай. Рыболов Украина. Да, 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 но он более абразивоустойчивый. А чего? Ну, на ракушке, на корягах, четверка там чуть ли не в полтора раза крепче аналога. Этот быстро режется, восьмерка. Помимо катушек, есть у меня еще задача на эту рыбалку. Я взял новую приманку Фанатик. Новая приманка Фанатик. Новая катушка. Что за приманка, пока говорить не буду. Показывать не буду. Хочу на нее поймать рыбу, убедиться, что приманка хорошая. Скрываю я ее не потому, что там хочу закрутить какую-то интригу, не потому, что какой-то маркетинг. По одной простой причине. Не успеваю протестировать образец. Начинают повторять, копировать. Надоело. Надоело, поэтому протестирую приманку. Если с ней все будет ок, тогда покажем приманку, расскажем. Ничего военного в ней нет. Очень она похожа на ряд приманок, которые уже есть на рынке. Есть важные, на мой взгляд, доработки, которые должны чуть лучше соблазнять рыбу. Есть доработки, которые позволяют гораздо проще ее оснащать, особенно любителям. В общем, есть куча фишек, благодаря которым приманка должна прийтись по вкусу и рыбе, и рыболовам. Но пока не буду показывать, объяснил почему. Потому что часто только вот смотрите, вот хочу попробовать. Уже кто-то взял, скопировал, сделал. Неприятно, поэтому всему свое время. Сейчас главное разловить, посмотреть ее эффективность. Ну, а потом, конечно же, по очень народной цене она будет вам предложена, если она понравится рыбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Мне было подсечь, я не понял, кто это. Это было... То есть, да? Рыба. Не надо. Так, друзья, первая поклевка. И... На маленькую ларвочку маленький судачок. В общем, есть у меня теперь два разведчика. Это... Икс Ларва, мой старый разведчик. И этот дайгер в размере 3,2 дюйма. Но я, честно говоря, поленился наживлять. Поэтому схватил уже приманка, которая была в сборе. Моя любимая Икс Ларва. Очень маленький, но первый. Но первый. Последнее время мне очень нравится приманка дайгер 3,2. Но я, честно говоря, сегодня больше заточен под щуку. Под новую приманку. Но так как место такое откровенно судачи окуневое, быстренько взял пассивочку. Рыболовы только... Те, которые только начинают. Пассивка. Это пассивная приманка, которая не имеет ярко выраженной игры. То есть не имеет хвостика, который там болтается из стороны в сторону. А имеет вот такой как бы или игольчатый хвостик. Ну, либо просто ровная палочка. И вот на такие палочки, дорогие друзья, иногда происходят чудеса. Так, а вот и Сергей Владимирович решил не отставать. И, наверное, этого же поймал. Наверное, этого же. Так, с этого детского сада мы, наверное, сейчас будем уходить. Ну, по пару забросиков. Кстати, он уговорил рыбку тоже на нашу новинку. Это даггер-актив 3 дюйма. Причем в этом месте на эту приманку была поймана красивая рыба. Такая за 2 килограмма нашим товарищам, молодым спортсменам Данилом Лясовым. Вот. И Сергей Владимирович в этом месте всегда уже автоматически ставит именно вот этот даггер-актив. Тогда вот Данил эту приманку тестировал. И на глазах вот у Сергея поймал хорошего судака. Для этого места вообще великана. Поэтому таким образом увидел, на что здесь клюет. И уже от этой приманки в этом месте не отходит. Да и, в принципе, приманка получилась очень удачная. Я думаю, что рыболовы с опытом. Им достаточно будет взглянуть на эту приманку. И все вопросы отпадут сами собой. Да, Сергей Владимирович? Да. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ох и злая! Ох и злая! Ох и злая! Ох и злая! Да! Давно я поклевку такую не ощущал! Так, вторая щучья поклевка, вторая в этот раз у Сергея. Я свою не реализовал, ну а Сережа уговорил. Да, по сопротивлению видно, что это щучка. Нет, друзья, это красивый судак. Красивый судак. Ой, друзья, если бы вы еще знали на что. Красивейший судак на новую приманку от Фанатика. Причем это первая рыба, мы ее покажем, но не в этой передаче, я имею в виду приманку. Но это первая рыба на данную приманку. И это судак. Как мы не убегаем от судака иногда? Приехали уже на щуку, а нет. Красивейшая рыба. Судак такой, наверное, ну под полторушку. То есть вот кило триста там уверенных, а может быть даже и полтора. Эту, конечно, рыбку. Ой, как она по солнцу красиво. Эту рыбку мы, конечно же, немедленно отпустим. Красивая рыбка. После фотосессии сейчас мы его прокачаем немножко. Здесь глубина была небольшая, поэтому я думаю, что он благополучно отправится. Быстро качаешь. Подержи его просто. Вот так, друзья, бывает на рыбалке. Утром вышли на судака. Там еле-еле два таких пистолетика поймали. Решили переместиться на щуку. У меня была злейшая поклевка. Я был уверен, что это щука. Ну прям очень злая. Я ее не реализовал. А вот у Сергея была, судя по его рассказам, аналогичная поклевка. Вот то, что называется выстрел в сердце. И вот такой первый красивый судак на нашу новую приманку был пойман. Мне очень приятно, что это был судак. Мы хотим еще разловить ее по щуке. И в щучьем месте. Вот так мы его ищем на ямах, на водохранилищах. Здесь перепад глубины от 1,5 до 2,7-2,8. И вот он где. Вот он где судак. Молодец. И вот, друзья, еще одна рыбка на нашу новинку. И это тоже судачок. Как глубоко. И дал, да? Вот так, друзья, повторюсь, с утра выскочили на судачка. Ну, правда, двух судачков поймали. И сместились на щуку. И одно место нам принесло 4 злых поклевок. Первая поклевка была у меня. И потом 3 поклевки были подряд у Сергея. Причем ему 2 удалось реализовать. Один судачок был такой хороший, уверенный. Наверное, кило 200, кило 300. Вот, второй был поменьше. Самое интересное, что вот приманка, которую мы сегодня с ним испытываем, вот она для меня была такая как бы чуть больше щучья. Ну, с приманками, когда ты там ее крутишь в руках и думаешь, какая она будет, часто бывает наоборот. Вот у меня была такая история с Микки Маусом. Вот его основная задача была судак и окунь. Ну, на него так клюет щука. Вот он вообще не щучий. Ну, так клюет щука на него. Ну, просто какой-то капец. Здесь же приманка получилась более универсальна. Но, тем не менее, говорю, давай ее обкатаем по щуке. И в таких щучьих местах она была обрыблена именно судаками. Сегодня, правда, не щучья погода, не осенняя погода. Солнце, штиль. Но, все равно будем продолжать пытаться поймать щуку. Я думаю, мы ее обязательно поймаем. Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 И так, друзья Еще одна рыбалка Рыбалочка подошла к концу После большого перерыва Сегодня мы с Сергеем выехали на Хищника И нельзя сказать, что не получилось И нельзя сказать, что получилось Все таки Минимальные задачи, которые я сегодня Ставил перед собой Они выполнены Новая приманка впервые побывала во рту Во рту у судачков, у судака, у меня был сход хорошей щуки Даже вокруг этой приманки что-то станцевал очень хорошего размера сазан Потому что, судя по той чешуе, которая была, хороший был Ну, это такое дело Воломал уже мой любимый спиннинг, попробовал новую катушку В принципе, доволен Но вот эти вот поклевки, которые мной остались нереализованы То есть, это была такая вот яркая-яркая судачья поклевка Теперь я уже понимаю, что судача Потому что после нее Сережа достал двух судаков Одного хорошего, одного чуть поменьше В общем, с вами был Юрий Петраш До встречи на следующих рыбалках Впереди осень, трофеи Всем ни хвоста, ни чешуи Рыбалка с Юрием Петрашем Редактор субтитров А.Семкин